Воссоздание собора Александра Невского заняло ровно пять лет. Строителям пришлось проделать колоссальную работу, поскольку не сохранилось ни одного чертежа оригинальной постройки. Воссоздание велось по немногочисленным найденным в архивах дореволюционным фотографиям. Как и его предшественник, современный храм строился в том числе и на народные пожертвования. Высота собора от земли до основания креста составляет 54 метра. Уникальное внутреннее убранство. Над ним работали лучшие художники-иконописцы со всей страны. Чин великого освящения возрожденного храма возглавил патриарх московский в Сеяруси Кирилл. На первое богослужение в новом кафедральном соборе собрались прихожане не только из Волгограда, но и со всего региона. Наблюдать за церемонией освящения и божественной литургией можно было также с площади павших борцов. Здесь еще накануне установили большие экраны. Особый символизм открытия храма придает и тот факт, что в этом году отмечается 800-летие князя Александра Невского, святого покровителя Волгограда. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Открытие кафедрального собора стало большим праздником для волгоградских прихожан. Многие из них несколько лет ждали начала строительства, а после торжественного открытия возрожденного храма. ПЕСНЯ Для города это хорошо. И радостно, и для всех, и для нас будет польза. И Александра Невская будет над нами стоять, охранять город, как и был прежде поставлен. ПЕСНЯ Я не то что рада, я даже счастлива, что у нас появился кафедральный собор. Ну, он и был старый. Что восстановлен. Такой красавец. Вот я вчера проходила, вот без слез. Вот невозможно вот это осознавать. Ну, вот просто счастье, что и патриарх приехал. И возможно вот с появлением, вот с восстановлением собора, как бы и жизнь наша в городе, ну, или улучшится, или более активной станет. Прихожан станет больше. Ну, вот счастье. Честное слово. Визит главы Русской Православной Церкви в Волгоград продолжился на Мамаевом кургане. Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл возложил цветы к могиле защитников Сталинграда. И отметил, что сохранение исторической памяти – важное условие возрождения духовности народа. А построенный заново собор Александра Невского станет важной городской доминантой. Представьте себе, Петербург, без Петропавловской крепости, без Исаакиевского собора, Москву, без Кремля, без собора. Доминанта городская в истории нашего народа всегда была связана с нашей верой, с нашими идеалами. И то, что сейчас доминантой стал собор, ну, это как бы знак того, что все возвращается в руки свои. Мы снова становимся великим народом, помнящим свою историю и устремляющимся в будущее на основе этого мощного духовного и культурного фундамента, который создавался в течение тысячелетий. Освященный храм уже распахнул свои двери для прихожан. Открытно будет ежедневно с 7 утра до 7 вечера. В ближайшее время будет утвержден и настоятель собора. Ксения Колоскова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова